Полвека прошло после гибели в Далласе Джона Кеннеди. То, что поездка либерального президента на ультраконсервативный юг страны может быть опасной, понимали многие, но что до такой степени не предполагал никто. Помимо официальной версии убийства 35-го президента США, сторонники теории заговора выдвинули массу своих. Объяснение происшедшему дают и политологи, и международные эксперты. Британский телеканал BBC, например, связывает убийство президента с его социальными реформами. Кеннеди защищал права чернокожих и поддерживал Мартина Лютера Кинга. Президент выдвинул идею федеральной медицинской страховки для престарелых и малоимущих, что было неприемлемо для сторонников американского индивидуализма. Каждый сам за себя, государство не должно не диктовать мне, как жить, не заставлять платить за неудачников. Консервативные южане видели в идеях Кеннеди опасный путь к социализму. Такие же аргументы они выдвигают сейчас и против администрации Обамы. 50 лет спустя после гибели Кеннеди идеологический конфликт в США продолжается. История развивается по спирали. Вадим Милицин оглянулся на пройденный виток. Спустя полвека после самого громкого убийства в истории современной Америки поверить в казалось бы очевидное по-прежнему сложно. Джона Кеннеди убил Ли Харви Освальд. Простое предложение звучит на первый взгляд убедительно. До тех самых пор, пока мы не будем пытаться сделать его распространенным, пристегивая к нему общепринятые факты. Итак, еще раз. Джона Кеннеди убил Ли Харви Освальд. А теперь добавим детали, в которых, как известно, и прячется дьявол. Получится следующее. Джона Кеннеди убил бывший перебежчик в СССР, одиночка Ли Харви Освальд, поразивший президента, который находился в движущейся машине, двумя точными выстрелами с расстояния 60 метров. И застреленный сам через два дня в полицейском участке владельцем ночного клуба Джеком Руби, который имел связи с мафией и через несколько лет после убийства Освальда скоропостижно скончался в тюрьме из-за проблем с легочной артерией. Все это лишь малая доля информации в этом деле, которая выглядит противоречивой, нелогичной и способна вызывать подозрения. Неудивительно, что убийство 35-го президента США за минувшие полвека густо обросло конспирологической паутиной, которую зачастую сложно отличить от симптомов параноидальной шизофрении. Тем не менее, по мотивам теории заговора написано множество книг, а на их основе продолжают снимать как документальные, так и художественные фильмы. Большинство альтернативных версий, объясняющих события 22 ноября 1963 года, включают утверждение о том, что в Кеннеди стрелял не только Освальд. Теория о втором стрелке увязана с так называемым феноменом волшебной пули, которая, согласно официальной версии, прошла через тело Кеннеди, а затем резко изменив траекторию дважды раннего сидящего в той же машине губернатора Техаса. Без наличия как минимум еще одного стрелка и второй пули объяснить этот феномен очень сложно. Что же касается собственной теории, то их можно разбить на пять основных категорий. Версия номер один. Заговор против JFK организовал его собственный зам. Согласно показаниям Мэдалин Браун, которая, по ее словам, была любовницей Линдона Джонсона, накануне убийства вице-президент обговаривал его детали в ходе личной встречи с шефом ЦРУ и республиканцем Ричардом Никсоном. Отповедь противников этой теории. Не следует доверять словам женщины, которую многие называли наркоманкой и патологической лгунией. Версия номер два. За убийством президента стоял могущественный оборонный комплекс. Якобы Кеннеди собирался вывезти войска из Вьетнама, что грозило воротилам оружейного бизнеса потери гигантских барышей. Аргумент против. Кеннеди говорил о возможности прекращения вьетнамской войны, но не предпринимал никаких конкретных действий. То есть милитаристскому лобби на самом деле ничто не угрожало. Версия номер три. Джона Кеннеди устранила ЦРУ, раздраженная слишком мягкой позицией президента в отношении коммунистической Кубы. Узнав о планах организации физически устранить Фиделя Кастро, хозяин Белого дома, по слухам, даже собирался распустить ЦРУ. Эту версию оспорить сложнее всего. Теоретически Освальд мог быть агентом самой могущественной секретной организации западного мира. Но с рациональной точки зрения это слишком сложная комбинация для решения такого рода проблемы. Версия номер четыре. Президента устранила мафия. Почему? Путался под ногами. Как минимум три локальных клана из Чикаго, Майами и Нового Орлеана в разное время брали на себя ответственность за роковые выстрелы в Далласе. Но ничего кроме бравады в этих заявлениях найти никому не удалось. Ну и наконец русский след. Рука Москвы. Освальд был поклонником Кубинской революции, эмигрировал в СССР, женился на русской. С его помощью якобы власти Советского Союза устранили на шахматной доске мировой политики ферзя – живое олицетворение ненавистной капиталистической системы. Эту версию в Америке отвергли одной из первых. Куш в столь опасной игре был бы слишком сомнительным. Устранение президента США никак не отразилось на внешней политике Америки, благоприятную для социалистического лагеря сторону. А если бы стало известно о том, что за убийством стоит именно Москва, это спровоцировало бы ядерную войну, в которой кремлевские руководители при всей своей идеологической упертости заинтересованы никак не были. Теории рушатся, но сомнения остаются. Согласно опросу этого года, лишь 29% американцев убеждены, что Джона Кеннеди убил Ли Харви Освальд. 62% все же склонны верить в то, что при внимательном рассмотрении кажется невозможным. Вадим Ильицын специально для программы «Эхо недели». Парламентарии, президенты и пилоты авиалайнеров были в центре событий прошедшей недели. Надеемся, на следующий нас ждет больше хороших новостей. Продолжение следует...